Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях директор муниципального учреждения ЕДДС-112 городского округа Люберца Виталий Васильевич Богданов. Напомню, что ЕДДС расшифровывается как единая дежурно-диспетчерская служба системы, которая, мне кажется, известна всем, 112. Виталий Васильевич, здравствуйте! Добрый день! И сразу же вопрос. Мы находимся в начале 2022 года. Наверняка есть какие-то итоги по году ушедшему. Насколько у нас служба 112 отработала? Много ли было вызовов? Как вообще ситуация на сегодняшний день? Начну, наверное, с итогов 2021 года, потому что год такой был значимый и очень сложный. И с точки зрения работы в условиях пандемии, и с точки зрения того количества ложных сообщений, которое в период с января по май прошедшего года поступало нам о минировании социально важных объектов, объектов торговли, спорта, социально значимых служб, государственных учреждений. У нас были дни, когда в течение суток нам поступали сообщения о минировании сразу 157 объектов. Была проделана огромная работа администрации с участием руководителей всех экстренных оперативных служб. Я имею в виду полицию, здравоохранение, пожарно-спасательный гарнизон, служба газа, антитеррор, Главное управление региональной безопасности, в результате которых на территории городского округа Люберцы в связи с таким большим количеством, условно говоря, тренировок, был выработан алгоритм взаимодействия всех служб, как на муниципальном уровне, так и на областном, по противодействию именно данной категории ложных сообщений. И в результате этот алгоритм был принят дальше для работы на всей территории Московской области. Ага, то есть он сегодня распространился и на другие регионы. Да, совершенно верно. Но я так понимаю, что количество этих ложных звонков было больше, чем обычно, правильно я понимаю? Да, да. Если мы этот год начали с такого достаточно лайтового, легкого информирования, и мы за январь месяц получили не более десятка ложных сообщений, то в прошлом году это был поток. Сейчас эти радиохулиганы переключились на другие регионы. Я знаю, что на сегодняшний день они активно бомбят Сахалин, Крым. Вот поступившие недавно информации в Симферополе были якобы заминированы все школы и детские сады. Да, там работают. А вот вообще их находят как-то? Как-то можно их привлечь к ответственности? Да, это компетенция правоохранительных органов и Федеральной службы безопасности. По имеющейся у меня информации, один из хулиганов на территории России был вычислен, потому что мы получали запрос от органов правопорядка, если мне память не изменяет, с Пермского края, где они попросили предоставить им записи телефонных разговоров и всю ту входящую информацию, которая была. Там молодой человек решил побаловаться, взял с чужого телефона, позвонил, нашел в справочнике, по-видимому, телефон какой-то из наших организаций, ну и в результате был благополучно вычислен, службы сработали. Непонятно, зачем это делать, но давайте вернемся к вызовам реальным. Насколько служба отрабатывала самые различные просьбы населения и, может быть, что-то запомнилось вам в этом году? Да, если говорить в целом о работе службы, я напомню, что основная категория звонков, безусловно, приходится на скорую медицинскую помощь, вторые по количеству, ну, с достаточно большим отрывом, то есть мы по работе скорой медицинской помощи можем смело говорить о 60-80% поступающих вызовов от общего количества, то полиция и ГИБДД занимают где-то порядка 15%, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Вот. Слава богу, что небольшое количество вызовов приходится на вызов пожарных и спасателей и специалистов аварийной газовой службы. Вот. Несомненно, надо сказать жителям, в том числе и детям городского округа, практически к нулю свелись хулиганские вызовы. То есть дети больше не шалят. То есть есть понимание. Да. Скажите, но можно отметить, что население, потому что, ну, например, если речь идет о газе, да, то запах газа, это же надо поднять трубку, позвонить, то есть население тоже подходит ответственно. Конечно, конечно. Дело в том, что население как раз и является основным источником получения информации, по которой мы начинаем реагировать. Если говорить в целом об итогах года, то общее количество вызовов, принятых и обработанных нами, приблизилось к 600 тысячам. Вот. В сутки мы в среднем получаем тысячу трех, ой, простите, да, в сутки, суточное количество, в среднем колеблется 1300-1500 вызовов. Сейчас вот в связи с ростом заболеваемости и новым штабом коридора, резко увеличилось количество обращений. Вот за минувшую неделю, если обычно мы работаем на уровне 10-12 тысяч, то вот за прошедшую неделю количество вызовов, поступивших на номер 112, превысил 14 тысяч уже. Хорошо. Немножко еще хотел бы, кто сотрудники сегодня службы? Что это за люди? Потому что мы видим, что нарастает, да, есть даже взять медицинский вопрос, ну, это очень серьезная, сложная работа, то есть, кто ее занимается, что за коллектив работает в этой службе? Ну, наш коллектив, это наше самое главное достояние, это залог успеха и залог тех высоких показателей, которые мы регулярно демонстрируем на территории Московской области, как муниципальная служба. То есть, есть какое-то сравнение с другими, да, коллегами в других? Да, ну, я скажу так, что на сегодняшний день служба 112 городского кулюберца является одной из самых нагруженных в Московской области. Мы на сегодняшний день имеем в штате дежурной смены 7 операторов. У нас норматив установлен правительством Московской области, один оператор службы системы 112 на 50 тысяч населения. Поскольку все нормативы на сегодняшний день были рассчитаны на основании той последней переписи населения, у нас 7 операторов смены, потому что по статданным численность населения городского округа составляла 314-318 тысяч человек. По предварительной оценке проведенной переписи мы и по данным, которые мы регулярно запрашиваем с отдела по вопросам миграции УВД Люберецкая, численность официально зарегистрированных граждан на территории городского округа Люберцы на сегодняшний день превышает 400 тысяч человек. Последняя справка, которую я получал с отдела по вопросам миграции, в ней была указана цифра 418 тысяч. Большой город. Да, да, совершенно верно. Вот у меня еще такой вопрос, простите. Мы говорим о службе, это когда человек дозванивается по телефону 112. А идет какой-то мониторинг социальных сетей городских, работы других служб, когда немножко можно предсказать какие-то события? Или все-таки вы ориентируетесь прежде всего на звонки граждан? Безусловно, мы принимаем во внимание и строим всю свою работу, планируем нагрузку, прогнозируем нагрузку, исходя из того количества вызов, которые мы получаем. На дежурную службу, вернее, на телефон горячей линии администрации, которая установлена непосредственно оперативного дежурного ЕДДС. И на звонки, поступающие по номеру 112. Потому что мы всегда имеем резерв, и перед нами поставлена задача, когда резкий пик обращений, мы в обязательном порядке усилием состав дежурных смен, чтобы наши жители не страдали и получали помощь как можно более короткое время. Потому что фактор времени в нашей жизни – это самый главный фактор. Ну, я так понимаю, что есть еще такие традиционные, если можно сказать, моменты во время года, когда напряженность усиливается, там новогодние праздники, каникулы летние, может быть, когда начинаются, и другие праздники. То есть у вас уже наработаны какие-то схемы? Да, сезонность определенная присутствует, она связана с пиком или с ростом простудных заболеваний в межсезонье. Мы прекрасно знаем, что переход зима-весна-осень-зима, она неизбежно сказывается о нашем с вами здоровье, люди начинают больше болеть, больше звонить. В связи с этим я бы хотел напомнить жителям нашего городского округа, что кроме номера 112, чтобы они понимали, экономили свое время и в результате как можно быстрее получали помощь, у нас на сегодняшний день 112 – это номер вызова скорой медицинской помощи. То есть наша прерогатива – это забота о жизни и здоровье, прежде всего. Значит, вопросы, связанные с вызовом врача – это единый федеральный номер 122. Вопросы, связанные с обслуживанием домов, с содержанием домов, дворовой территории – это, естественно, и в первую очередь единая диспетчерская служба ЖКХ, которая у нас работает на территории городского округа. Возвращаясь к вашему вопросу, как мы подбираем сотрудников, на какие категории мы ориентируемся, здесь подход простой. Профессиональный отбор ведется очень жестко. Безусловно, мы отдаем предпочтение людям, имеющим опыт работы педагогический, опыт работы в системе здравоохранения, в полиции, в пожарных подразделениях. Которые знают тематику. Да, да, да. И особенно мы с радостью принимаем всегда специалистов, которые проработали определенное количество лет в дежурно-диспетчерских службах, вышеупомянутых экстренных оперативных служб. То есть дежурно-диспетчерская служба пожарно-спасательного гарнизона, полиции, диспетчерская служба скорой медицинской помощи. Потому что люди в теме. Их необходимо только доучить по тем вопросам, с которыми они не сталкивались. То есть они хорошо втянулись в режим работы, сутки трое. Они прекрасно адаптировались к этому временному цифру. Ну, я так понимаю, что годы работы не только здесь, в городском округе Люберцын, но, наверное, и в другие какие-то регионы, когда нестандартные ситуации появляются, они тоже вносятся в некий реестр, как вести себя, ну, что-то новое, что-то неожиданное, да, какое-то. Мы во второй части будем сейчас говорить с вами о техногенных катастрофах, да, которые с развитием человечества, скажем так, тоже влияют на нашу жизнь. Но вот на сегодняшний день были какие-то неожиданные вызовы, когда приходилось привлекать какое-то большое количество сил и нестандартные ситуации для вас? Да, несомненно. Особенно это связано и характерно для тех событий, нештатных событий, которые произошли на территории городского округа Люберцы, ну, скажем так, за последние 10 лет. Жители прекрасно помнят, мы все с вами прекрасно помним те основные моменты, связанные с, прежде всего, неблагоприятными погодными явлениями, с нарушениями, с авариями и нарушениями работы систем жизнеобеспечения. Здесь, в первую очередь, я хотел бы упомянуть те события, которых мы все хорошо помним и знаем. Это август 2010 года, лесные пожары в Подмосковье, июль 2016 года, ураган в Люберцах, ноябрь 2016 года, ледяной дождь, который тогда очень серьезно... Ну, вот это был первый ледяной дождь, который мы, по-моему... Да, нормальную жизнь городского хозяйства, жителей. Ну, и, конечно же, январь 2017 года, когда в рождественскую ночь, в 20.35, 6 января, когда все жители, в том числе и мы с вами, праздновали Рождество, прошла крупная авария на подстанции МАЭСКО. Ну, вот мы сейчас сделаем перерыв и более подробно уже об этом поговорим во второй части нашей программы. Напомню, что у нас в гостях Виталий Васильевич Богданов, директор муниципального учреждения ЕДДС-112 городского округа Люберцы. Дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Сегодня мы говорим о службе 112. Это единая дежурно-диспетчерская служба системы 112, так она официально называется. А у нас в гостях директор муниципального учреждения ЕДДС-112 городского округа Люберцы Виталий Васильевич Богданов. Итак, мы говорим о техногенных катастрофах, название такое сложное. Мы сегодня так привыкли жить в комфортных условиях, свет, тепло, и мы видим, что погода иногда вмешивается в нашу жизнь, пока она сама по себе существует. То снегопады, то ливневые дожди, то еще что-то. Вот как служба готовится и готова к этим проявлениям природным? Так, к счастью, мы живем с вами в 21 веке, веке активной информатизации, автоматизации, активного использования искусственного интеллекта, что, несомненно, оказывает свое влияние и на качество нашей с вами жизни, но и в то же время несет за собой определенные риски природного техногенного характера, потому что, когда на смену человеческому фактору приходит искусственный интеллект, он зависим от энергообеспечения и ряда других. Зависим не столько от человека, сколько от других факторов. И тут есть определенные риски. Конечно, конечно. Поэтому, учитывая все аспекты и все особенности нашего городского округа, естественно, мы обязаны и учитывать это в своей работе, и всю свою работу устроить от теории рисков. Вот эта работа активно ведется во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Московской области, с Центром управления кризисными ситуациями, с которым у нас осуществляется основное оперативное взаимодействие, кроме дежурных служб областного уровня, это, безусловно, дежурная служба губернатора, дежурная служба Главного управления региональной безопасности, ну, а я не говорю уже о тесном взаимодействии с территориальными аварийно-диспетчерскими и экстренными оперативными службами. Это целый такой комплекс служб, который как бы внимательно следит за всем. То есть город такой большой организм, и за каждой системой этого организма следит целая бригада людей. Вот, наряду с ростом процессов автоматизации, информатизации нашей жизни, мы еще с вами живем в век повышенной опасности, которую мы испытываем. Сами-то и создали. Да, и отчасти население создало, отчасти это порождение тех изменений климата, которые происходят на планете. Не всегда, не ко всему мы бываем готовы, но мы к этому стремимся. И вот такой опыт, как работа администрации дежурных, аварийных дежурных диспетчерских служб, экстренных оперативных служб, в период, когда подобные явления случаются, они, конечно, позволяют нам накапливать и практический опыт, и повышать готовность. И готовые схемы создавания. И оперативные действия к ним, да. Поэтому, возвращаясь к вопросу неблагоприятного воздействия на нас с вами, погодных явлений, которые мы наблюдаем последние годы, я специально подготовил краткую справку. Это выдержка из нового доклада Всемирной метеорологической организации, которая обобщила опыт и статистику за последние 50 лет. Она настораживает и требует от нас внимательного, серьезного, вдумчивого отношения. Давайте. По данным Всемирной метеорологической организации, за последние 50 лет ежедневно возникало в среднем одно бедствие, связанное с опасным метеорологическим, климатическим или гидрологическим явлением, которое каждый день уносило жизни 115 человек и причиняло ущерб в размере 202 миллионов долларов США. За 50-летний период количество бедствий увеличилось в 5 раз, что связано с изменением климата и увеличением числа экстремальных погодных явлений. Однако, благодаря тому, что человечество накапливает опыт по предупреждению, информированию населения своевременному и по ликвидации непосредственно ЧАЭС, в результате комплекса мероприятий, связанных как с оповещением, информированием, так и с реагированием на последствия ЧАЭС, число смертей при росте в 5 раз количество бедствий сократилось почти в 3 раза. Согласно атласу смертности экономических потерь, в результате экстремальных метеорологических, климатических и гидрологических явлений за последние 50 лет, в мире произошло 11 тысяч бедствий, связанных с этими опасными явлениями, в результате чего погибло более 2 миллионов человек и был нанесен ущерб в размере 3,6 триллионов долларов США. За 50 лет на опасные метеорологические, климатические, гидрологические явления пришлось 50% всех бедствий, 45% всех зарегистрированных смертей и 74% всех зарегистрированных экономических потерь. То есть цифры говорят сами за себя. Да, то есть мне вот понятно, что когда большие цифры, а вот меня даже немножко напрягло, как сейчас принято говорить, вот это что каждый день что-то происходит в мире, каждый день. И то есть никто не застрахован, в том числе и мы не застрахованы и от не только погодных явлений. Вот, например, в эти дни, когда мы сейчас записываем программу, в Турции такой снегопад, что не знает, что там делать. Вот когда пальма в снегу, как-то это нетрадиционно для нас выглядит. Ну и я так понимаю, что вооружившись вот этим документом, все службы, которые заняты, прежде всего, наверное, в профилактике возможных... Безусловно, конечно, надо стараться работать, прежде всего, на опережение. А вот как на опережение работать, когда мы не знаем, что завтра, ледяной дождь или гроза какая-то сумасшедшая, или, я не знаю, может, ураганы до нас будут теперь доходить? Ну и смерть чужих там пришли, которую мы помним в детстве только на территории США. Да, да, как в страшных фильмах показывали. То есть как к этому готовиться, а, службам, и как, б, готовиться нам, простым жителям? Значит, на сегодняшний день есть органы государственной власти, органы областного уровня и муниципального уровня, которые непосредственно вменены в обязанность и являются их основной профильной задачей, работа, связанной с предупреждением, что, несомненно, гораздо важнее. Знаете, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И с ликвидацией. Там целый комплекс мероприятий. Я хотел бы упомянуть в этой связи следующие жителям структуры и организации. Несомненно, Главное управление МЧС России по Московской области. Это федеральный орган государственной власти, которому в задаче и функции вменена обязанность заниматься этой работой. То, что касается областного уровня, это, несомненно, Главное управление гражданской защитой, которое создано в прошлом году на базе управления по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области, в Варанге министерства, где в качестве их основных приоритетных задач стоят задачи развития системы оповещения Московской области, для того, чтобы мы имели возможность быстро, оперативно доводить до жителей на территории того или иного муниципального образования о надвигающих событиях, либо, если по какой-то причине службы не успели сработать, чтобы мы предупреждали о том, что это событие наступило, и необходимо... Как себя вести, да. Да, как себя вести. То есть это, так сказать, смс-сообщение, информация в средствах массовой информации, уже извините за тавтологию, это какие-то другие способы через интернет, через социальные сети и так далее. Да, в связи с этим, поскольку мы работаем на территории городского округа, и наша задача обеспечить жизнь, здоровье, безопасность населения и территории в рамках городского округа Люберцы, при этом мы работаем во взаимодействии с соседними подразделениями и с областными структурами. Конечно же, очень большая и серьезная работа, в первую очередь, ложится на органы местного соуправления, то есть на администрацию городского округа Люберцы. В этом плане мы очень тесно взаимодействуем с пресс-службой, то есть мы каждый день получаем прогноз. Если там есть какая-то угроза жизни населению, связанные с усилением ветра, снегопады, дожди, ливни и так далее. Особенностью нашего городского округа является то, что мы на сегодняшний день на очень небольшой территории, 120 квадратных километров, имеем население, превышающее только по официальным статистическим данным, 400 тысяч, что, несомненно, накладывает свой отпечаток и повышает тем самым риски, связанные с деревом на машину, упало. Соответственно, мы, используя весь ресурс администрации в плюс свой собственный, в обязательном порядке информируем население, начиная с бегущей строки, которую ЛРТ регулярно публикует, кончая размещением информации на всех информационных порталах и администрации, и средств массовой информации ту, извините, теперь зафтологию у меня, ту информацию о надвигающих событиях, которые важно знать жителям. Вот еще такой важный момент. Насколько мне известно, реально погоду можно предсказать на три дня. Дальше уже все-таки какие-то могут быть варианты. Вот на сегодняшний день, это же целый комплекс такой, да, это метеорологическая служба. Вот. Насколько сегодня точно можно предсказать погоду? Смотрите, мы получаем недельный прогноз, где все риски показаны на территории Московской области. Мы его изучаем, соответственно, мы начинаем на опережение работы предполагать о том, что это возможно. Мы получаем ежедневный прогноз, который нами рассылается в администрацию, всем руководителям и профильным службам, рассылается по всем организациям и предприятиям городского округа, которые отвечают за работу систем жизнеобеспечения, то есть я имею в виду это электросети, водоканал, теплосеть, управляющие компании. То есть это делается, происходит ежедневно. Таким образом, мы как ЕДДС получаем эту информацию, и мы ее стараемся быстро, оперативно довести до всех, чтобы люди уже либо готовили реагент, если дело касается дорожных служб, либо были готовы задействовать некий ресурс, дизель-генераторов, если, например, мы видим риски обрыва линии электропередач. Понятно. То есть работа идет. Виталий Васильевич, ну, хочется в вашем лице поблагодарить всех ваших коллег, потому что работа у вас сложная, работа связана с двумя главными направлениями. Это человеческий фактор, звонки бывают разные, и люди бывают разные, и переживания бывают разные. Второй фактор – это то, от чего зависим мы все, от природных катаклизмов, от каких-то ситуаций и так далее. Но в любом случае, то, что вы нам сегодня рассказали, говорит о том, что все время продолжается мониторинг, и на сегодняшний день все возможности технические вами используются. Да, и все информационные возможности тоже. Спасибо огромное. Резюмируя, я бы хотел напомнить и донести до жителей следующую информацию. Говоря о оперативности реагирования органов местного самоуправления и нас, ЕДДС. ЕДДС является органом повседневного управления муниципального звена Московской областной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. И центральным звеном объединенной системы оперативно-диспетчерского управления муниципального образования. То есть мы в силу своих уставных задач обязаны информацию собирать, обрабатывать и доводить. Мы отвечаем за координацию и взаимодействие работы всех аварийно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб, экстренных оперативных служб. В случае, когда нештатная ситуация выходит за рамки возможностей муниципального образования, мы взаимодействуем с СУКС для привлечения дополнительных сил и средств из области. Спасибо большое, Виталий Васильевич. Будем надеяться, что не понадобится таких глобальных сил. Виталий Васильевич Богданов, директор муниципального учреждения ЕДДС-112 городского округа Люберцы. Я думаю, что этот телефон известен всем. Всем нам поменьше вызовов и побольше хорошей погоды. Но мы уверены в том, что ЕДДС-112 внимательно следит за всеми событиями и не только решает проблемы по ходу поступления, но и даже профилактикой занимается, чтобы ничего не произошло. Спасибо вам огромное. Ну и напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Певненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова